Добрый день! Сегодня мы рассмотрим тему особенности учета услуг на платных автостоянках. Автостоянка – это здание, сооружение или их части, либо открытая площадка, предназначенная для хранения транспортных средств. Данные услуги вправе оказывать как индивидуальные предприниматели, так и организации. Разберемся с нормативными документами, регулирующими деятельность стоянок. К ним относятся, во-первых, гражданский кодекс, который устанавливает порядок заключения договора возмездного оказания услуг. Это налоговый кодекс, часть применения упрощенной системы налогообложения. И правило оказания услуг автостоянок, которое рассматривает специфичные вопросы хранения автотранспорта. Начнем с договора. Договор хранения транспортных средств должен быть составлен в обязательном порядке письменно в двух экземплярах. В нем фиксируется наименование местонахождения обслуживающей организации или индивидуального предпринимателя, а также, если предприниматель, то сведения о государственной регистрации. Фамилия, адрес и номер телефона клиента. Да, до заключения договора и срок хранения транспорта. Цена хранения, а также дополнительные услуги, форма и порядок оплаты. Марка, модель, государственный регистрационный знак транспортного средства. Цена транспортного средства. Условия хранения. Порядок приема и выдачи транспортного средства. Должность у полномочного работника автостоянки. И могут также быть указаны здесь специфичные условия, которые связаны будут непосредственно с данным местом, где будут храниться транспортные средства. Информация, которую необходимо сообщить владельцу, которая размещается на стендах или в отдельных объявлениях. Это основные дополнительные услуги, правила пользования автостоянкой, также техника безопасности, противопожарные и санитарные меры. Это реквизиты нормативных документов, требования к которым соответствуют условиям оказания услуг. Это сведения, подтверждающие соответствие услуг установленным нормам. Цены на все услуги, льготные критерии клиентов и сами льготы согласно федеральным законам и иным нормативным актам. Образцы договоров, актов, сохранных расписок и других документов, удостоверяющих прием или выдачу транспортных средств. Адрес и номер телефона владельца автостоянки. Адрес и номер телефона отдела по защите прав потребителей. Более подробный перечень приведен в правилах. Теперь сами правила оказания услуг. Транспортное средство размещается по указанию работника автостоянки согласно ее правилам, а также нормам пожарной безопасности и санитарии. При въезде клиент должен предъявить машину для внешнего осмотра, а также показать договор, расписку, квитанцию или иной документ с автостоянки. Оплатив время хранения и возместив расходы по договору, клиент может в любое время расторгнуть этот договор. Независимо от того, пользуется владелец автостоянкой постоянно или нет, обязаны предъявить удостоверение личности, а также документы о праве собственности. Если договор или сохранная расписка утеряны, то транспортное средство может быть возвращено по письменному заявлению клиента. И по окончании договора транспортное средство должно быть выведено с автостоянки. Говоря о системе налогообложения, мы порекомендуем здесь применять упрощенную систему налогообложения. И тут объектом могут выступать либо доходы, либо доходы, уменьшенные на величину расходов. Если у автостоянки расходы составляют более чем 50% или к 50% от суммы дохода, то целесообразнее применять доходы минус расходы. Если расходы подтвердить сложно, либо сумма небольшая, то тогда целесообразнее применять все-таки вариант доходы, где уплачивается ставка 6%. Но чтобы применять условия специального налогового режима в виде ОСН, необходимо соблюдать следующие требования в соответствии с налоговым кодексом. А именно, доля участия организации в уставном капитале составляет менее 25%, остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов не превышает 150 млн. рублей, средняя численность работников менее 130 человек и по итогам отчетного периода доходы не превышают 112,5 млн. рублей. И эта сумма корректируется на коэффициент дефлятор, который рассчитывается ежегодно, то есть его ставка меняется. Налоговый учет доходов. Договор хранения транспортных средств является возмездным. Обычно его оплачивают авансом. И, соответственно, все организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, при учете доходов должны использовать кассовый метод. То есть это метод, при котором выручка считается в момент фактического поступления денежных средств в кассу владельца автостоянки или на расчетный счет. И датой признания, в данном случае дохода, будет дата фактического поступления средств. Расчеты на стоянках, как правило, ведутся наличными. Поэтому в соответствии с 54-м федеральным законом о применении контрольно-кассовой техники, все владельцы автостоянок должны применять онлайн-кассы. Онлайн-кассы регистрируются в Федеральной налоговой службе, а также заключается договор с оператором фискальных данных, через которого будут подаваться сведения в Федеральную налоговую службу. Обычно в Омской области чаще всего заключают договор с компанией СБИС, которая не только оказывает услуги по передаче отчетности, но также выступает в качестве оператора фискальных данных. В случае, если владелец автостоянки не использует контрольно-кассовую технику, не использует онлайн-кассы, то налоговая инспекция, соответственно, не может контролировать доходы. И предусмотрены следующие штрафы за неприменение онлайн-касс. Значит, должностным лицам и индивидуальным предпринимателям от 25 до 50% от суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей. И юридическим лицам от 75 до 100% от суммы расчета, но не менее 30 тысяч рублей. Далее, штраф за невыдачу чека. При расчете наличными продавец в обязательном порядке должен выдать кассовый чек. И в случае, если предприниматель не выдает кассовый чек, то здесь предусмотрен штраф в размере 2 тысяч рублей для должностных лиц и предпринимателей для юридических лиц 10 тысяч рублей. И вот здесь хотелось бы отметить, что по требованиям клиента чек может быть предоставлен и в электронном варианте. Поэтому, если компания вследствие каких-то технических, например, сбоев не может предоставить чек, то он клиенту передается в электронном варианте. Также законодательно могут быть предусмотрены штрафы за другие нарушения при работе с контрольно-кассовой техникой. Ну, это может быть на практике следующее. Это применение незарегистрированного аппарата ККМ. Использование ККМ без фискального накопителя. Применение кассы, которая не прошла фискализацию. Отсутствие договора с оператором фискальных данных. Выдача чеков или бланков строгой отчетности с ошибкой. Формирование с ошибками других фискальных документов. И в общем смысле нарушение кассовой дисциплины. Штраф за каждое из приведенных нарушений составляет для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 1,5 до 3 тысяч рублей. Для юридических лиц от 5 до 10 тысяч. Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, где в качестве объекта выступают доходы, принимают во внимание, что ставка по такой системе составляет 6%. И предлагаю на примере рассмотреть, как организация, в данном случае индивидуальный предприниматель, будет учитывать доходы и какая сумма доходов, и каким образом будет облагаться по ставке 6%. Итак, у нас имеется индивидуальный предприниматель Тарасова Юлия Алексеевна, применяющий упрощенную систему налогообложения, где объектом обложения выступают доходы, занимается хранением автотранспортных средств. За 22-й год получен доход в размере 1,3 млн. Денежные средства, которые поступили в оплату, все отражены через онлайн-кассу, потому что поступление было отмечено как наличное. И все суммы зафиксированы в книге доходов и расходов. При объекте обложения доходы сумма к уплате признается как весь доход, полученный за отчетный период. Однако уплата осуществляется по квартально авансам, где расчет налога производится 28-го числа следующего за отчетным кварталом. Соответственно, рассчитанная сумма 78 тысяч рублей должна быть в полном объеме уплачена за весь календарный 2022 год. Однако, если владелец автостоянки имеет наемных работников, то данная сумма налога уменьшается, но не более чем 50% от общей суммы. Например, у Тарасовой имеется два охранника, заработок которых составляет 23 тысячи у каждого. Посчитав сумму страховых взносов за год, мы определили, что сумма 165 тысяч рублей. Соответственно, наша рассчитанная сумма налога в размере 78 тысяч может быть уменьшена, но не на 165, как здесь сказано, а лишь наполовину. И в итоге в бюджет организация уплачивает 39 тысяч рублей. Таким образом, начисление налога мы отразим проводкой 99-го, кредит 68-го на 39 тысяч рублей. И уплата будет проводкой 968, кредит 51. Налоговый учет расходов владельцев автостояна. Кроме обычных затрат, которые возникают в процессе деятельности, это материальные расходы или заработная плата, владельцы автостоянок несут и специфичные расходы. Допустим, один из видов расходов это расходы на создание. Если владелец автостоянки заключил договор аренды с Департаментом имущественных отношений, то к расходам могут быть приняты арендные платежи, которые подлежат учету и списанию в соответствии с налоговым кодексом. Также владелец автостоянок может приобрести земельный участок. Но в составе расходов, к сожалению, этот участок быть учтен не может, поскольку земельные участки попадают в категорию неамортизируемого имущества и, соответственно, расходы по таким принятым объектам в данном случае к учету не принимаются, расходами не признаются. Владельцы автостоянок обязаны соблюдать противопожарные требования и, соответственно, расходы также могут быть признаны в составе расходов отчетного периода. Далее, стоимость стационарных ограждений учитывается в составе материальных расходов. И владелец автостоянки, поскольку отвечает за сохранность автотранспортных средств, соответственно, должен нанимать в штат охранников. Это могут быть как нанятые лица, так и мы можем обратиться к охранному предприятию и воспользоваться услугами данного предприятия. Но в случае, если мы привлекаем охранную организацию, то в обязательном порядке предприятие должно иметь лицензию на право осуществления такой деятельности и зарегистрировано в установленном порядке. За неисполнение обязательств по договору хранения транспортных средств владельцы автостоянок несут ответственность, предусмотренную федеральным законом. Клиент, недовольный обслуживанием, вправе расторгнуть договор и по своему выбору потребовать либо безвозмездно устранить неполадки, причиненные автовладельцем, либо уменьшить цену услуги, а также возместить расходы на устранение неполадок. При утрате, хищении, повреждении или нарушении комплектности транспортного средства, или если транспортное средство стало непригодным, клиенту возмещаются все убытки. Выплаченные компенсации владельцу в расходах при применении упрощенной системы не учитываются, поскольку данное правило или требование не определено налоговым кодексом. Подведем итоги. Автостоянка – это здание, сооружение или какая-либо часть, а также открытая площадка, где осуществляются услуги, связанные с хранением транспорта. Данные услуги вправе оказывать организации или индивидуальные предприниматели. Применять мы можем здесь упрощенную систему налогообложения. И поскольку автостоянки и паркинги относятся к сфере услуг, то здесь необходимо использовать онлайн-кассы. Благодарю за внимание. Продолжение следует...